Хочется понять, действительно ли есть такая практика Вести человека очно, вот так вот на заседание суда При том, что он уже пережил несколько этапов Что само по себе является очень сложным процессом, мягко говоря В случае, если речь идет о некой гостайне в деле Вообще-то практика чрезвычайно редкая И как-то я даже пытаюсь припомнить, и не припоминается Поскольку, собственно, ни в апелляции, ни в касации Дело не рассматривается по существу Рассматривается только процессуальные нарушения Которые были, не были, что-то учли, что-то не учли Что-то там рассмотрели, что-то не рассмотрели То есть это процессуально Допустим, например, не был там зачитан или рассмотрен протокол номер 28 Или там не учли показания свидетеля Петрова Все учли, а этого не учли Ну, например, пропустили какое-то важное процессуальное событие судебное Ну, не знаю, незаконно кого-нибудь удалили Или не дали последнее слово Ну, в общем, это не по сути дела И вообще обычно заключенные добиваются Чтобы их привезли на касацию Если они сидят не очень-то далеко И уж тем более вообще по видеосвязи Это, конечно, как-то само собой А вот такое вот принуждение Принуждение к личному участию в судебном заседании в Верховном суде Ну, это, конечно, да еще и из Омска Это что-то из ряда вот выходящее Ну, во-первых, начнем с того, что Владимир Карамурза сам письменно отказался от личного участия в суде Достаточно было бы видеосвязи Окей, не хотите видеосвязи Он предоставил и адвокатам И отправил по почте лично Свои собственноручные соображения по этому поводу Свои там возражения Своё выступление, да, свои тезисы Он отправил это по почте и отдал адвокатам Адвокаты принесли это всё в Верховный суд Верховный суд сказал Ай, нет, а вдруг это вы подделали Вдруг это он так не написал А вы вот, не, не верим Мы вам не верим Вы адвокаты, не верим Пусть придет официально по почте Да, официально по почте Владимир Карамурза отправил Еще в начале марта Свои тезисы для Верховного суда Которые в Омске просто не отправили Отправили их только что Где они там валялись Что они делали И уж если секретное заседание То, видимо, нельзя читать возражения Нельзя читать собственноручные записи Заключенного, раз это сверхсекретно А то каждая собака вовсе не будет знать Страшные государственные секреты А значит им можно Им всё-таки можно, потому что перилюстрация Да, не читали, видимо, принимали решение Отправлять, не отправлять Ну и в итоге Верховный суд Значит решил не ждать Он отложился раз, по-моему, 3 апреля Вот он отложился два сегодня И в конце концов решил Ну всё, этапируем Этапируем человека из Омска Хорошо, ладно, этапируемся человека из Омска Знаете, есть такое транспортное средство Самолет И в принципе самолеты используются Для перевозки заключенных Нигде не написано Что заключенные должны ехать в Солыпинском вагоне Нигде такого не написано Ну как будто бы каждый раз Когда мы начинаем говорить об этапе Да, я помню, когда, собственно, в декабре Прошлого года обсуждали этап Алексея Навального Когда потеряли его там на месте Если я не ошибаюсь В общем, тоже всегда речь идёт Об этом самом вагоне С ужасными условиями Именно так Тогда как, в общем, заключенных Довольно часто переводят самолетом И я думаю, что те, кто часто летает На внутренних линиях российских Иногда обращают внимание Самые задние ряды Сидят двое мужчин Вместе тесно И они такие Довольно странноватые Если приглядеться Они обычно это всё закрывают Но одного из них Наручник на руке Пристёгнут к другому Это, собственно, вот такое вот этапирование Я напомню, что Владимир Карамурзы У него тяжелейшее заболевание Вызванное двумя отравлениями Новичком У него полинейропатия А это заболевания, которые входят в список Заболеваний, вообще препятствующих отбыванию наказания Под номером 29 Это правительственный список заболеваний С которыми нельзя людей сажать Как-то можно по-другому наказывать Сажать нельзя, тем более на 25 лет И вот с этим вот заболеванием Этапирование из Омска в Москву Это, действительно, минимум три недели Я напомню ещё, что Владимир Карамурза сидит не просто В колонии строгого режима ИК-6, куда его распределили, собственно, сидеть Он сидит в другой колонии ИК-7 Потому что на территории этой колонии Только этой колонии в Омской области Есть единое помещение камерного типа ЕПКТ Куда, собственно, его посадили С самого начала Там за какие-то нелепые И вряд ли имеющие место быть нарушения И он должен был там сидеть до мая Это абсолютно одиночная камера Он не видел ни одного заключённого С момента, собственно, этапирования В Омск он сидит совсем один И никого не видит Тоже своего рода пытка И вот в мае Эта пытка должна у него закончиться Так вот, в мае Он ещё будет ехать поэтап Скажите, Ольга Если тут можно найти Какие-либо другие причины Для такого решения И этапировать его На эту самую касацию приговора Кроме вот такого Очередного способа давления На политика Которому уже дали Просто рекордный, да, можно сказать Для политического заключённого Срок у 25 лет тюрьмы И ищут всякие разные способы Повлиять на его состояние Знаете, я боюсь Что в тюремном ведомстве Они, в общем Люди-то не Самого большого ума Но вот мыло-то не едят И чего-чего Здесь не соображают Если за смерть Навального За убийство Навального Были все награждены И начальство И в зоне И не было никакого расследования Ничего Значит, это поощряемое действие Убийство политзаключённых И я думаю, что Уж чего-чего А это сообразили И мне кажется, что Речь идёт именно об этом Если мы с вами говорили Год назад Два года назад Что Алексей Навальный Находится в смертельной опасности И это случилось То теперь, слушайте Давайте скажем откровенно И хоть это очень тяжело говорить Это невероятно тяжело говорить Вообще Владимир Карамурза Находится в смертельной опасности И он может умереть Он может умереть завтра Послезавтра В течение трёх недель Ну и вообще Я не думаю, что У Владимира Карамурзы Есть время, например, до конца 25-го года Последнее, что хотел спросить Тут есть какие-то инструменты У адвокатов всё ещё Изменить это Остановить Вот это самое формальное решение По касации Или не стоит об этом говорить? Ну, вы знаете Анна Ставицкая И Мария Эйсман Адвокаты Владимира Карамурзы Мы все их узнаем Наверное, это На сегодняшний день Одни из лучших адвокатов Действующих в России И абсолютно точно Трудолюбивые, смелые Опытные, умные С потрясающими характеристиками Если они не могут Значит, никто не может Продолжение следует...